Вера Измайловна. Добрый вечер Петрович, спасибо за вашу работу. Не поможете нам, который возраст, плюс что лучше есть, как сбросить лишнее, КГ и тогда. А кто нам поможет, если не вы, извините, если что не так, все так, Вера. Вот смотрите, сейчас существует масса различных вариантов сброски веса, но, как правило, сбросив этот вес, потом никто не может его удержать, и, как правило, в 90% случаев, если не больше, он возвращается вновь и еще плюс добавляет, потому что организм пугается, веса, то есть организма нашего, я считаю, есть свое собственное сознание, которое руководит уровнем клеток, уровнем органов, и она настроена на одно, ему надо жить, ему надо питаться, ему надо быть, так сказать, в спокойном таком состоянии, для того, чтобы он себя чувствовал нормально. И как только мы поменяем какие-то средства, которые затрагивают его, будем говорить, интересы, а это, как правило, там питание, так сразу начинается. Что необходимо делать? Вот я, значит, вспоминаю Дженнифер Лопес, которая набрала вес после рождения ребенка. Чем она начала сначала заниматься? Вначале она увеличила физическую нагрузку, которая помогла ей сбросить каких-то, ну, несколько там килограммов. Дальше все, то, что может работать физическая нагрузка, остановилась. И вот только тогда она немножечко изменила свое собственное питание и сбросила вес та нормы. Поэтому первым делом, вот знаете, как бы сказать, вот какие-то чудодейственные, легкие пути, вот что-то там съел, вас там пронесло, и вы там сбросили килограммы. Ну, понимаете, за всем этим потом следует опять набор. В первую очередь, добавьте действительно движение. Движение обтачивает нашу фигуру. Движение придает фигуре какую-то форму, ту, которая должна быть. Потому что все наши мышцы, они развелись в движении и придали нам некую фигуру, нужную, ну, нам, говорят, для жизнедеятельности. Вот. И для того, чтобы эту фигуру поддержать, в первую очередь, надо добавить физическое упражнение. Что я делаю со своей стороны? Помимо того, что я хожу, я регулярно, через день обычно занимаюсь физическими упражнениями для того, чтобы поддерживать мышечную массу на нормальном уровне. Вот что важно. То есть, первым делом, вот, ну, это уже относится к разряду самодисциплины. Вы должны самодисциплинироваться. Вы должны настроиться на работу над собой. А именно на физические упражнения. Причем физические упражнения, это, знаете, вот, казалось бы, уборка снега, работа на даче. Это тоже физические упражнения? Нет. Физические упражнения все-таки должны быть специальными. И вот одна из хороших вещей – это занятия с тяжестью. Умеренные такие гантельки. Для женщин, допустим, килограммчика по два, по полтора. И вот с ними, с ними начать заниматься. И только после того, как вы позанимаетесь месяца три и почувствуете, что окрепли, вы начнете менять питание. Ну, откажитесь от наиболее таких явных продуктов, которые вредны. Ну, вот я вам рассказывал о том, что я вот отказался от сахара. Откажитесь от сахара. Откажитесь от белого хлеба. Именно вот белого такого. Пусть это будет хлеб. То есть, вот эти две вещи сделайте. И у вас весочек раз, и уменьшится. И уменьшится, знаете, так стабильно, хорошо. Это будет ваш вес, это будут ваши достижения, которые можно легко и без напряга сохранять. Ну, естественно, чистка печени. Чистка печени способствует тому, что нормализуя все виды обмена, которые имеются в печени, у вас это самое резко, быстрее пойдет нормализация жировой прослойки и прочих-прочих-прочих вещей. То есть, три вещи делаем. Первое. Это увеличиваем движения и регулярно их делаем. Их бросать ни в коем случае нельзя. Второе. Избавляемся от самых таких ненужных продуктов. Сахара и вот белого хлеба. Серый хлеб ешьте, там картошку пускай ешьте, каши ешьте. Ну, вот это вот избавьтесь. Вместо сладости сухофрукты. И почистите печеночку. Почистите пока. Сейчас время для того, чтобы почистить печень. Как чистить печень, я сделал видео, хорошее видео. И, пожалуйста, вы получите такие нормальные первые. Не просто результаты нормализации массы тела, стройности, но и оздоровления. Так, пошел кушать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok